Это называется тренажер Гросса. Он предназначен для вертикализации ребенка, для воспитания у него чувства пространственной ориентации, выпрямительной реакции здесь формирует. Маленькими шагами трехлетний Миша преодолевает на первый взгляд короткое расстояние, но для малыша это сложная задача. На помощь приходит тренажер Гросса. Он и помогает пациенту развивать координацию. Мы узнали о центре из интернета, от знакомых и с 2014 года уже приезжаем сюда. Конечно, результаты есть, хоть они и незначительные для нашего заболевания, но все равно очень полезны для ребенка. Более десятка единиц оборудования в единственном на Дальнем Востоке детском реабилитационном центре. Эти тренажеры позволяют восстановить подвижность больного после тяжелых спинномозговых травм, инсультов, различных заболеваний опорно-двигательного аппарата и ДЦП. Ежегодно центр посещает более полутора тысяч детей со всего региона. А с открытием нового зала лечебной физкультуры цифра должна увеличиться. Центр стал нам вторым домом. Есть успехи. Два-три раза в год ездим сюда в центр. Вот этот зал, один из любимых залов. Занимаемся на всех тренажерах, аппаратах. В соседней комнате стоит робот-локомат. Сейчас он обучает человека навыкам ходьбы. Программа самостоятельно тестирует пациента и определяет степень готовности к занятию. Затем задает нагрузку, с которой может справиться мальчик. Оборудование абсолютно новое. Купить его помогла администрация края. Дети, которые приходят к нам по направлению врачей-специалистов с угрозой развития инвалидизирующего заболевания, в 95% случаев избегают этой участи. Поэтому 95% дети остаются здоровыми. Кроме нового оборудования, в залах сделали ремонт. Теперь заниматься здесь вдвойне комфортно. В реабилитационном процессе детей участвуют не только инструкторы по физической культуре, но и неврологи, окулисты, ортопеды и мануальные терапевты. Инна Гончарова, Игорь Белый, Панорама.